Нам нужно, с одной стороны, очень ясно понимать, что святое имя приходит из сферы, которая лишена двойственности, где нама-наминэ-абеда, где нет разницы между намой или именем и носителем имени. Из той сферы, где звук и есть предметы, есть суть. Поэтому говорится шабда-браман. Шабда-браман значит, в конечном счете, дух. Единственный способ познать дух и соприкоснуться с духом через звук. Шабда-браман значит дух, который проявляется в виде звука, и это наш единственный шанс так или иначе соприкоснуться с духом и получить духовный опыт. Соприкосновение с духовным звуком дает человеку духовный опыт. Опыт счастья. Звук, звук мантры, звук ведических мантр, звук ведических писаний — это результат откровения, результат самадхи. Люди получили его в самадхи. Но это не значит, что мы автоматически получаем его тоже, что соприкасаясь с ним, мы тоже входим в самадхи. Мы должны, служа ему, сделать так, чтобы оно нам открылось. И это нам легче сделать. Им нужно было погрузиться в самадхи, пройти путь, и это откровение во всей полноте приходило к нам, они его открыли для нас, какую-то часть работы сделав. Нам нужно всего лишь навсего начать служить этому звуку, понимая, что это отражение недвойственной реальности. И тогда своямы вас пурать адага. А так Шри Кришна нам один обхавит Грахим Эндриях своими грубыми чувствами, языком, ушами, глазами невозможно понять имя и все остальное, связанное с Богом, или невозможно соприкоснуться с этой недвойственной реальностью. Грубыми чувствами нельзя. Но сэваун мукхе, когда те же самые чувства мы настраиваем на то, что это служение. Почему мы повторяем мантру? Потому что это служение святому имени.